Последние фото в копилку воспоминаний о Кыргызстане. Уже утром Одри Асель будет смотреть на бишкек из иллюминатора самолета. Домой в Соединенные Штаты Америки она возвращается с увесистым багажом подарков, а главное с хорошими впечатлениями о стране, где родилась. Из Токмокского детского дома Одри Аселю везли восьмимесячной малышкой. В приемной семье факт удочерения никогда не скрывали. Напротив, с раннего детства знакомились с кыргызскими традициями и культурой. Активно участвовали в мероприятиях посольства Кыргызстана в США. Первый раз, когда мы приехали в Кыргызстан, мы были молодыми родителями. Не смотрели на виды, мы волновались и думали о том, как подарить заботу нашему ребенку. И все же можно сказать, что Кыргызстан значительно преобразился за 11 лет. Появилось много торговых центров, парки стали ухоженнее, жить здесь стало легче. Поездку на родину Одри тщательно планировали, не раз переносили. Хотелось не каких-то мимолетных впечатлений, а чтобы у дочери появилась крепкая внутренняя связь с Кыргызстаном. На международное удочерение Кара и Вэй решились по совету соцработника. 11 лет назад они оказались в числе первых зарубежных усыновителей в нашей стране. Я даже не покупала детскую одежду, потому что не верила, что это все случится. Когда мне позвонила соцработник, я была на работе. Она спросила, сижу ли я. Я сказала, да. И тут она говорит, что нам нашли ребенка. Я начала плакать. Все сомнения и страхи улетучились в тот момент, когда родители впервые взяли дочь на руки. Никаких проблем в воспитании не возникало. После решились усыновить еще и сына. Спокойная и вдумчивая Одриа Сель стала для брата наставницей. Я помню эту сумку лет 7. Мы с ней играли, складывали сувениры. Мама рассказывала, что привезла ее из Кыргызстана, когда родители приезжали меня забрать. Чтение – одно из любимых занятий девочки. Из Кыргызстана тоже везет домой несколько книг и учебник по кыргызскому языку. Полгода не только начали учить кыргызски, но и значительно изменили рацион. В кармане в качестве перекуса – курут, на столе – порсоки. На днях научились готовить национальное блюдо – бешбармак. Мы задержались здесь на полгода, потому что хотели, чтобы она узнала страну, узнала людей, узнала место, где родилась. Гордилась тем, что она из Кыргызстана. Нам тоже нравится здесь. Если бы была возможность остаться на год, мы бы остались. Даже не покинув Кыргызстан, Одриа Сель уже планирует вернуться обратно. Красивый, самобытный край, где она родилась, да и для нее еще много интересного. Дарит Мафеева, Нурлан Тасмаев, Самат Алышбаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек.